Николай Черков в полицию пришел три года назад, сразу после службы в армии. Сейчас работает участковым в Касторинском районе. Все нормально? С Ванькой не ругайтесь? Ванька – это его брат. По словам матери, оба проблемные. То и дело, женщине приходится жаловаться на них участковому. Говорит, выпьют и начинают хулиганить. Помог паспорт получить сыну, вот этому старшему. То, что у него просрочка была, где-то года четыре паспорта помог. И после всего этого он остановился, получил паспорт, устроился на работу и работает сейчас. Очень помогает. Я обращалась уже не раз к нему. И он приезжал и помогал. Очень хороший участковый, отзывчивый. Все бы такие были, как он. Постоянно у них ссоры были. Она мне постоянно сообщала, звонила, все, я ездил. Ну, буквально, как бы, через день. Проверял его, сам с ним разговаривал. Потом, то есть, спустя, может, ну, неделю. Исправился, пришел, все, как бы, мы с ним поговорили. Сам ко мне приехал в отделение, мы с ним поговорили, все. Сейчас не пьет, устроился на работу, как бы, никаких вообще сейчас. То есть, его стороны про нарушения, про проблемы ничего нет. На участке Николая более полутора тысяч человек. Некоторые живут одиноко, на отдаленных хуторах. У нас, как бы, ну, приходится искать там свои места. Например, зимой, как в этом году у нас зима, снега много выпало. Приходится любым транспортом, все равно пешком, там, на лошадях, на чем-то, на санях, все равно приходится ехать. Хорошо, красота. Участковый делится. В полицию пришел, по примеру, брата. Теперь оба служат. Особый контроль за теми, кто стоит на профилактическом учете и ранее судим. Совместно с ним работаем. Ну, и по всем возникающим вопросам, буквально по всем, ни в чем никогда не отказывает. Даже, может, где-то и не его эта задача, но помогает нам ее решить. По словам местных жителей, среди них много пожилых людей, своему участковому они могут позвонить в любое время дня и ночи. Стараются, конечно, не злоупотреблять, но знают, что на помощь он придет всегда. Анастасия Бабир при содействии Пресс-службы ОМВД России по Курской области.